Я использую, да, конкретно, если говорить о документах, дорожная грамота, то, что придумано не мной, да, Антоном Кротовым, когда-то, это очень хорошие документы, которые я сейчас упомянул, а второй документ, который я использую активно, это записка, она проста, коротка, ее я зачитывал в Южной Америке очень активно, потому что сначала я не знал толком испанского языка, и она мне очень помогала. А записка, она действует в Южной Америке так, как, например, не знаю, документ ветерана войны Великой Отечественной у нас в общественном транспорте. Я только ее доставал, и люди даже не пытались ее читать, они как будто все понимали мгновенно. Работает идеально, но вопрос в том, что как вы это делаете, с какими мыслями. Если вы боитесь, если вы стесняетесь, если вы испытываете миллион комплексов при этом, может быть, вас выгонят, возможно, и набои в спину, да, все будет, все возможно, то есть важно то, как вы думаете при этом. С этими документами вы можете также попадать легко, я текст, если хотите, у кого-то огромное желание могу скинуть потом, можете добавляться вот мои, пожалуйста, координаты в сети, и моя группа, которая пока только в стадии развития, но тем не менее, и мой профиль. И я с удовольствием вам скину документы, которые вам облегчат жизнь очень сильно, они вам создадут прекрасное настроение и сэкономят десятки тысяч долларов, не менее, если будете путешествовать активно и долго. Следующий важный пункт, это берите мало вещей. Действительно, берите очень мало вещей. Чем меньше вы берете, тем меньше вы теряете, как показывает особенно практика путешествия в Южной Америке. Вот. И когда вы берете меньше вещей, ну, например, в пределах от 10 до 50 литров, я считаю, чем меньше, тем лучше. Я встретил в Болгарии путешественника русского, у которого был рюкзак литров на 20, и, по сути, в покажу у него была зеркалка, и непонятно что еще, но деньги возможно только. Вот. И при этом у него были шорты, рубашка и, по сути, и кроксы, да? По сути, больше ничего. И так он путешествовал. Это было, по-своему, очень здорово. Мне к этому, к сожалению, еще надо стремиться, но, вот, например, в путешествии по двум Америкам, три месяца я путешествовал с рюкзаком 37 литров, но он мне был набит. И когда путешествуешь, так как я путешествую, путешествуешь по Южной Америке, например, то вещей прибавляется. Так получается, что люди, которые останавливаются, фильтрация идет, да? Либо хорошие останавливаются люди, либо очень хорошие останавливаются люди, остальные, правильно, проезжают мимо. И поэтому, когда вы сталкиваетесь с людьми в путешествии в той или иной стране, впечатление от страны будет во сто крат лучше, потому что останавливаются лучшие ее представители. Эти лучшие представители, они зачастую могут о вас позаботиться лучше, чем ваши близкие родственники даже. Это было у меня не раз. Например, в Штатах остановился в Северной Каролине водитель из Танзании, он уже, конечно же, живет в Штатах, дальнобойщик, он вез меня два дня, он мне подарил подарков на долларов 200 и заботился все эти два дня, как мой родной отец. И, в принципе, всем советую путешествовать автостопом, даже в самых, казалось бы, недружелюбных России странах, эти страны вам откроются совсем другой стороны. Совсем другой стороны это то, что рушит стереотипы раз-два. Только не надо ни в коем случае сдаваться в первые секунды, потому что у меня такая ситуация изначально была, но важно просто элементарно чуть-чуть подождать. Когда попадаете в любой транспорт, да, важный момент, когда у вас мало вещей, вы можете поместиться в самую маленькую, извиняюсь, дырку. Когда совсем мало места, я стоплю общественный транспорт, автобус, такси в Америке, в Штатах у меня сложилась целая тактика «полиция стопа». Полиция меня брала, потому что я нарушал, я специально шел и нарушал правила, но меня могли даже в тюрьму отправить за это. Но мне очень повезло, я очень хотел вернуться в Россию, сила желания мне помогла. И каждый раз, когда полиция подъезжала, последний раз это была женщина, которая, я думал, ну точно что-нибудь сделает со мной плохое. Нет, даже она сделала все так, как, можно сказать, только в сказке можно представить, тоже помогла. Дальше важный момент, выберите хорошее место для автостопа, да, когда вы идете на трассу, нужно быть, конечно же, и заметным, и место должно быть, чтобы машины могли остановиться. И важно, чтобы удобно было, скажем так, и остановиться, и при этом, чтобы скорость транспорта была желательно меньше. Конечно, не всегда так бывает, что под рукой такое место, и нужно пройти сотни километров и больше, чтобы найти такое место. Но ориентируйтесь по ситуации. Сейчас, благо, доступны очень всем стали навигаторы, когда-то этого не было. Следующий пункт, о котором я хотел бы сказать, это используйте светоотражающую жилетку в темное время. Она действительно облегчает жизнь. То, что вам поможет путешествовать круглые сутки. Хотя и без нее можно легко путешествовать, но она добавит вам шансов, во-первых, остановить машину, во-вторых, быть не сбитым на дороге, да, или, наверное, во-первых, не сбитым быть. Это очень важный момент, потому что действительно могут быть всякие ситуации, и жилетка стоит совсем мало. Есть целые комбезы, желающие могут там покупать комбезы, профессиональные автостопщики есть, которые занимаются этим очень-очень профессионально и активно. Но мне всегда это было некомфортно. А жилетка гастарбайтерская, да, которая может быть куплена в любом интернет-магазине практически подобном, где продаются вещи для строителей, это не проблема. Она очень компактная, маленькая, не занимается совершенно местным. Когда вы ходите на позицию для голосования, я это называю так, в шутку, лунная походка идите, да, когда вам нужно перейти из пункта А в пункт Б, из плохой позиции, скажем так, в хорошую, в более удобное положение, на более удобную позицию, вернее, перейти, можно идти вот примерно так и ловить машину, да. То есть, конечно же, контролируйте, все-таки, сделайте так, чтобы у вас был третий глаз, иногда посматривайте назад, чтобы не упасть в канализационный люк, открытый или решетку, или что-то подобное, или просто не споткнуться. И при этом вы, благодаря тому, что вы движетесь на то место, куда вы придете, будет гораздо лучше стопить, вы еще благодаря такой походке, вы продолжаете стопить, вы продолжаете ловить машины. И помните, каждая машина, это ваш шанс поймать вашу машину. Каждая машина, нужно не забывать об этом, каждая машина, это, возможно, машина, которая едет на тысячу, две тысячи километров, пять тысяч километров даже может быть, вот, как, например, в случае с китайцем. Просто арифметика больших чисел. Конечно же, можно забивать, уставать, и автостоп хорош тем, что это не поезд, на который у вас билет, вы пропустили поезд, да, и вы ждете поезд через день, в лучшем случае, да.